Заседание второй сессии областного совета начинается с официальных процедур. Председатель Анатолий Урбанский приносит присягу. Торжественно клянусь, что буду верно служить громаде и народу Украины. Неуклонно соблюдать конституцию и законы Украины, содействовать в воплощении их в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы граждан. После уже официальный руководитель областного совета вручает депутатам седьмого созыва удостоверения и значки. Мы показали сплоченность нашего депутатского корпуса и настрой на работу и взаимодействие со всеми ветвями власти. Практически единогласно депутатский корпус принимает решение о выделении надбавки, премии и материальной помощи Анатолию Урбанскому. Глава облсовета обещает все полученные средства незамедлительно передать воинам АТО. После рассмотрения повестки дня совет переходит к депутатским запросам. Глава фракции партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко в Одесском облсовете Сергей Парашенко обратился к председателю обладминистрации Михаилу Саакашвили с просьбой упростить процедуру регистрации договоров аренды земли. На прошлой неделе был опубликован приватизационный список из 22 пунктов. Но, отметил Анатолий Урбанский, на сегодняшний день этот процесс остановлен. Вопрос по приватизации объектов будет принимать исключительно депутатский корпус. Нами создана рабочая группа с администрацией, потому что у них есть некоторые наработки для того, чтобы создать прозрачную приватизацию, электронные торги и так далее. Поэтому, как только эта программа будет создана и внедрена в жизнь, мы сразу перейдем к вопросам о продаже майновой собственности Одесской области. У нас одна задача, чтобы бюджет получил как можно больше денег и сделать процедуру аукционов максимально прозрачной. Уже на следующей сессии депутаты рассмотрят проект бюджета региона на 2016 год, который разрабатывается совместно областными советом и администрацией.